Спонсор канала – компания Thermaltake. Thermaltake – игра еще легче. Технокухню благодарит магазин FrozenHealth.ru за предоставленный кулер для обзора. Всем привет! С вами снова Технокухня. Сегодня мы протестируем кулер GELIT Black Edition на платформе 2011. Компания GELIT, сотрудник которой в свое время ушел от Thermaltake, стремится ворваться в мировой чарт лучших производителей систем охлаждения. Две башни, две секции – сейчас так модно. Ответ запоздалый, но крайне интересный. В конструкции кулера сочетаются 3 8-мм и 4 6-мм тепловые трубки, причем расположены они на двух уровнях относительно плоскости теплосъемника. Такой насыщенный теплотранспорт должен по замыслу инженеров компании быстро отводить тепло от самых горячих центральных точек процессора. Высота кулера 16 см, что не так много. Модель совместима с большинством современных игровых ATX корпусов. Масса достигает 990 граммов. Нас смущают два момента. Алюминиевые секции не такие широкие, площадь могла быть и побольше. Один из вентиляторов тонкий, сливовый. Прелесть кулера в том, что на многих системных платах он не помешает установке памяти с высокими радиаторами. Вот почему один из вентиляторов сделан тонким. Как и положено, есть бэкплейт и крепление на все сокеты Intel и AMD, присутствующие на рынке. По нашим правилам, если разработчик в комплекте предлагает крепление для вентиляторов, мы по максимуму используем эту возможность. В планах было закрепить три вентилятора от Noctua, чтобы проверить, что эффективнее при равном уровне шума. Два вентилятора, один из которых тонкий или три стандартных. Но произошло непредвиденное. Один из трех наборов скоп создан именно под Slim модель. То есть можно поставить два обычных вентилятора и один тонкий. В общем, мы отказались от этой затеи. Разработчик сам себя наказал. Все кулеры и систему охлаждения мы тестируем при одинаковом уровне шума. 40 дБ с 15 см. Для этого мы реабасом подгоняем обороты вентиляторов до нужного нам значения. В случае с моделью от Gellet обороты стандартного вентилятора остались на 1170 за минуту. И Slim модели 1320 за минуту. После 15 минут прогрева линпаком, наш разогнанный четырехъядерный i7-3820 процессор разогрелся до 67 градусов. Но что тут скажешь, вполне достойный результат. На уровне Thermalright Macho 120. Жаль, Macho стоит подешевле. 1600, а не 1900 рублей, как модель от Gellet. Поэтому кулер, увы, останется без награды. Вот такой была модель от Gellet. Подойдет для некоторых системных плат с высокими радиаторами памяти. А с вами была Арина. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok